Добрый день! Сегодня у нас очередное экспертное мнение от Аль-Пари. И поговорим мы на тему макроэкономической политики, которую будет проводить новое российское правительство. Уходящее правительство Дмитрия Медведева многие любили ругать. Ругали и либералы, и государственники. Однако на самом деле экономический блок правительства Дмитрия Медведева просто оказался в плохое время в плохом месте. Он был заточен на ситуацию середины нулевых годов, когда нефть была выше 100 долларов за баррель, и на Россию шел дождь иностранных инвестиций. Господин Дворкович очень любил выступать на разных инвестиционных форумах, после чего иностранные инвесторы активно покупали российские акции и облигации. Можно вспомнить, что на IPO «Роснефть» привлекла более 10 миллиардов долларов. В 2014 году ситуация изменилась санкции, обвал цен на нефть. Российское правительство сделало сложный выбор. За счет девальвации был обесценен труд россиян. Однако сохранилась корпоративная маржа, то есть налоги бюджета и дивиденды акционеров. Выбор спорный, но, наверное, этот выбор естественен для любого буржуазного правительства. Новому российскому правительству однозначно не позавидуешь. Ясно, что санкции будут усиливаться. Изоляция России будет продолжаться. В этих условиях Российская Федерация должна еще поддерживать высокий уровень оборонных расходов. Старая дилемма. Пушки или масло? Либеральная экономическая теория гласит, что если оборонные расходы высоки, то ресурсов на потребление остается мало. Страна бедная. Но на самом деле надо прекрасно понимать, что оборонные расходы это суверенитет. Не будет суверенитета, вообще ничего не будет. Масла точно не будет. В отличие от 90-х годов, сейчас это не нужно объяснять россиянам. Плюс оборонка это высокие технологии. Россия имеет все шансы стать фабрикой оборонки для всего незападного мира. Подключить в производственные цепочки Беларусь и Казахстан. Ситуация очень сложная. Вряд ли стоит отказываться от всех прелестей рыночной экономики, к которым уже россияне привыкли. То есть мобилизация и административная система или даже рыночный социализм по белорусскому сценарию это не вариант. Однозначно можно утверждать, что новое российское правительство сделает все, чтобы сохранить капитализм в России. Вопрос, где взять деньги на модернизацию. Мы уже говорили, международные резервы 460 миллиардов долларов. Но можно взять только часть этой суммы. На внешние займы, на внешние инвестиции рассчитывать не приходится. Как быть? В западной прессе называлась цифра 1,3 триллиона долларов. Это деньги в офшорах хозяева из бывшего СССР, прежде всего из России. Коллеги из московских финансовых компаний даже называли цифру 2,5 триллиона долларов. Не так важно, цифра большая. И можно с высокой вероятностью утверждать, что учитывая внешнеполитическую ситуацию, хозяевам данных капиталов, достаточно скоро на разговор придут вежливые люди. С вами был я, Александр Розуваев. Говорили мы на тему макроэкономики, офшоров и будущего российского правительства. Удачных сделок! МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА